друзья рада приветствовать вас на своем канале с вами на связи по-прежнему гузель курманова я практикующий врач кушер гинеколог детский гинеколог и в этом видео я хочу ответить на массу ваших вопросов относительно выделений при беременности а нормально ли это а что же делать в таком случае где норма где не норма вот массу этих вопросов вы мне постоянно задаете поэтому давайте в этом видео будем разбираться вообще смотрите выделение у женщин происходит в течение всей жизни и и беременность не исключение абсолютно будущая мама должна понимать и не должна по лишнему поводу каждый раз беспокоиться давайте с вами для начала разберемся что такое норма и соответственно станет понятно что такое когда не норм вообще при наступлении беременности в организме происходит некая гормональная перестройка которая сопровождается различными последствиями поэтому это не должно у вас вызывать каких-то опасений для раннего срока беременности могут быть характерны вязкие выделения и только уже при наступлении третьего триместра выделение могут становиться более водянистыми выделение без запаха без зуда жжение являются следствием влияния прогестерона на железо внутри влагалища и вот выделение на раннем сроке беременности они представляют собой некую такую защиту от инфекции и состоят в частности из молочнокислых бактерий благодаря чему баланс микрофлоры во влагалище у беременной женщины сохраняется на нормальном уровне но чего не должно быть что является не нормой не должно быть выделений запаха желтоватого зеленоватого цвета и каких-то других цветов то есть это не норма норма только выделение слизистого цвета если вот к таким разноцветным выделением присоединяется еще также какой-то дискомфорт во влагалище появление там зуда жжение еще каких-то моментов опять же это не норма это повод для того чтобы обратиться гинекологу не должно быть каких-либо кровенистых сгустков это тоже ненормальное состояние кровенистые сгустки и обильные кровенистые выделения на ранних сроках это признак выкидыша признак внематочной беременности то есть тут конечно же необходимо обращаться на прием к специалисту если появляются какие-то прожилочки крови это тоже ненормальное состояние это признак отслойки плаценты это тоже требует немедленного обращения к врачу если у вас творожистые выделения вот творожистые выделения это признак грибковой инфекции а если зуд жжение дискомфорт во влагалище присоединяются это конечно же опять же необходимо консультации и лечения под контролем врача надеюсь это видео ответила на ваши вопросы относительно выделение при беременности если видео было для вас полезным обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если вас остались вопросы касаемо вашей персональной ситуации вы можете обратиться ко мне на индивидуальную консультацию для этого переходите по ссылочке под этим видео желаю всем огромного здоровья берегите себя и до новых встреч